Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. Сегодня федеральный канцлер Германии Олаф Шольц по собственной инициативе позвонил диктатору Владимиру Путину. Короткое изложение этого разговора, который состоялся приблизительно в 17.00 по московскому времени и продолжался около часа, выложили на сайте Кремля. Также источники в канцелярии федерального канцлера сообщили на анонимных условиях о том, что Олаф Шольц потребовал от Путина вывести войска из Украины и заявил о том, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Помимо участившиеся в последнее время попытки начала мирных переговоров и теперь уже вовлечения в него Германии, крупнейшей европейской державы, свидетельствуют о том, что европейские союзники по НАТО, очевидно, опасаются начала президентского срока Дональда Трампа и будут пытаться опередить его в начале этих самых переговоров. Большой вопрос, однако, заключается в том, согласится ли Путин договариваться с европейцами или будет все же ожидать официального выступления Трампа в должность, которая, напомню, состоится через два месяца, 20 января 2025 года. И я ставлю в данном случае на второе. При этом президент Зеленский, с которым Олаф Шольц также пообщался, отговаривал его от общения с Путиным, сообщая о том, что это позволит диктатору выйти из международной изоляции. YouTube на территории Российской Федерации доступен на 100%. Об этом свидетельствует данная сервиса по мониторингу блокировок Global Check. Накануне генеральный директор Мосфильма Карен Шахназаров встречался с Путиным и Путин, выслушав его жалобы относительно замедления работы YouTube в России, заявил, что будет с этим разбираться. Неожиданное включение YouTube в РФ. Россия тем временем начала ломать спутники, принадлежащие европейским компаниям, и включать вместо трансляций европейский телеканал в свои пропагандистские шоу. Трамп сделал очередное громкое заявление относительно завершения войны в Украине. В частности, он заявил о том, что он будет упорно работать с Россией и Украиной, которые должны прекратить боевые действия. О давлении на Кремль Трамп в этот раз не сказал ничего. В Абхазии прошли массовые акции протеста, вызванные попыткой ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое, как считается, по сути, отдаст остатки Абхазии, ее суверенитета и экономики России. И против этого уже сегодня выступили представители местной оппозиции. Однако, ключевая причина заключается в другом. На фоне войны в Украине у России отсутствует возможности субсидирования самопровозглашенных республик. Напомню, Абхазия, как и Южная Осетия, была Россией оккупирована. И Россия одна из многих стран, которая признала их, так называемую, независимость. Служба безопасности Украины задержала полковника сил специальных операций по обвинению в работе на российскую военную разведку ГРУ. И, наконец, российская колонна, которая прорвалась в Купенск в Харьковской области, уничтожена, заявили в Генштабе вооруженных сил Украины. При этом российские военнослужащие в нарушении правил ведения войны переоделись в форму военнослужащих Украины. Ну, а теперь поговорим, собственно говоря, о всем происходящем. Уже раз затронули тему Ютуба. Видеохостинг Ютуб доступен на 100% у российских операторов. Об этом свидетельствует данная сервиса по мониторингу блокировок GlobalCheck. Соответствующая информация появилась накануне. Если посмотреть статистику компании GlobalCheck, за последние месяцы доступность Ютуба в России никогда не превышала 80%. При этом многие российские пользователи в соцсетях, которые жаловались на проблемы с доступом к Ютубам, подтверждают, что теперь сервис стал полностью доступен. Причина снятия блокировки российскими властями на данный момент неизвестна, но, согласитесь, это как-то странно совпало по времени с американскими президентскими выборами. Стало ли к Ютубу у российского правительства меньше претензий? Очевидно, нет. Ключевая причина заключается в том, что на Ютубе были заблокированы многие российские пропагандистские каналы, которые лишились сотен миллионов подписчиков. Такие как Russia Today, Россия 1, Россия 24, НТВ и прочее, и прочее, и прочее. Маргарита Симоньян и прочая пропагандистская шваль. И, естественно, им было очень больно, но, тем не менее, попытки запустить аналогичный сервис в России, так называемый Рутюб, в конечном итоге все заканчивались одним и тем же. Распилом миллиардов из российского государственного бюджета и полным провалом по просмотрам. Российские пользователи по-прежнему используют VPN для того, чтобы обходить блокировки и продолжают смотреть видео на Ютубе, среди которых, конечно, к огорчению российской диктаторской власти, очень много видео, раскрывающих преступную суть режима. Правда, надо сказать, пока это не сильно повлияло на изменение настроений среди обычных россиян. Однако, как говорится, вода камень точит. Тем временем, сегодня состоялся важный телефонный разговор по инициативе Федерального канцера Германии Олафа Шольца. Он двумя днями ранее заявил о том, что в ближайшее время он попытается восстановить контакт с Путиным. Их последний телефонный разговор состоялся около двух лет назад, в декабре 2022 года. То есть, это уже было после начала полномасштабного вторжения. Олаф Шольц, как всегда, говорил тогда о деэскалации, выводе войск. Об этом же он говорил и сегодня. Что интересно, сам разговор, о нем появилась информация впервые в Американском экономическом агентстве Bloomberg. Была сегодня утечка, очевидно, из канцелярии Федерального канцлера. Разговор начался в 17-м по московскому времени, длился около часа. Шольц вновь донес до Путина требования относительно вывода войск из Украины и деэскалации. В свою очередь, он также призвал Россию быть готовой к переговорам с Украиной с целью достижения прочного и справедливого мира. На этом Путин, согласно официальному сообщению пресс-службы Кремля, заявил следующее. Нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма, игнорируя интересы России в сфере безопасности. Также диктатор Путин заявил о том, что Россия никогда не отказывалась, как и раньше, открыта для восстановления переговоров, которые были прерваны киевским режимом. Также в Кремле снова потребовали исходить из новых территориальных реалий, а также ликвидировать первопричины конфликта. Что имел в виду Путин под территориальными реальными, непонятно. То ли нынешнюю линию боестолкновения, то ли ультиматум Путин, на который, напоминаю, заключается в том, что Украина якобы должна вывести свои подразделения с полностью территории Донецка, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Здесь об этом ничего не говорится. Ну и сам факт говорит о том, что европейские союзники, встревоженные результатами последних выборов в США, очевидно, предпринимают лихорадочные попытки начать процесс урегулирования еще до официального вступления Трампа в должность, которая, напомню, состоится 20 января 2025 года. Однако подобная дипломатия Олафа Шольца, который сам оказался в центре правительственного кризиса, напомню, там распалась правительственная коалиция, как раз-таки косвенно из-за конфликта вокруг распределения бюджета для Украины. Партия свободных демократов вышла из коалиции, и это предопределило досрочные парламентские выборы, которые состоятся уже в феврале следующего 2025 года, когда за место в Бундестаге будут бороться основные политические партии. Кто одержит на них победу, пока непонятно, однако основная оппозиционная партия ХДС ХСС уже заявляет о необходимости пересмотра и увеличения военной помощи Украине. Очевидно, что помимо Шольца аналогичные настроения относительно и оценки ситуации, происходящего имеют другие европейские лидеры, в частности Макрон, тем более, что Олаф Шольц намекнул, что подобные контакты с диктатором Путиным теперь будут все чаще и чаще происходить. Сам Зеленский, кстати, с которым Шольц пообщался до общения с Путиным, отговаривал его от этого звонка. Как сегодня стало известно, об этом пишет Reuters, Зеленский предостерегал Шольца от намерения позвонить Путину и он также заявил о том, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию, поскольку Путин не хочет настоящего мира, он хочет передышки. Разговор позволит Путину сменить декорации и продолжит войну. Это не принесет мира, потому что Путин просто будет повторять ложь. Об этом заявил один из собеседников Reuters. Тем не менее, в конечном итоге сообщалось о том, что Шольц сегодня дважды должен был пообщаться с Зеленским до разговора с Путиным и после него, очевидно, донеся содержание этого разговора. Ну и понятно, что пока вот сейчас на данный момент нет подтверждения, но, скорее всего, этот разговор с Зеленским второй уже состоялся. И мы узнаем об этом, скорее всего, из сообщений СМИ и, возможно, сам Зеленский будет эту историю комментировать и Олаф Шольц. Но факт заключается фактом. Никакие переговоры с Путиным на данный момент невозможны. Они, в принципе, лишены смысла, поскольку Путин будет ждать, и он об этом четко дал понять, инаугурации Трампа, которая состоится 20 января следующего 2025 года. До всего этого он может тешить свое самолюбие, он будет общаться с западными лидерами. Скорее всего, Путину позвонит Орман, скорее всего, позвонит Макрон, возможно, позвонит премьер-министр Италии Мелони. Мелони, прошу прощения, возможно, с ним пообщается кто-то еще из западных лидеров, не знаю, будет ему звонить Кирстармер, премьер-министр Великобритании, скорее нет. Но, еще раз повторю, ключевая причина, которую завел Путин, первая причина конфликта, а он под этим имеет в виду существование Украины как независимого государства, именно это является основной причиной войны. С точки зрения Путина эти разговоры лишены смысла. Тем более, он неоднократно давал понять о том, что Европа без Америки не самостоятельно никаких решений она принимать не в состоянии. Но, еще раз повторю, он не будет отказываться от этих разговоров, скорее всего, потому что это будет продолжать тешить его собственное самолюбие, повышать его самооценку. Сам Трамп сегодня сделал резонансное заявление относительно завершения войны России против Украины. Он заявил о том, что его администрация уделит особое внимание переговорам. Мы будем упорно работать с Россией и Украиной. Эта война должна закончиться. Россия и Украина должны прекратить боевые действия. И видим, здесь четкий акцент ставится на взаимные обязательства. Не то, что Россия должна прекратить боевые действия, а Украина, которая ведет их на своей территории с армией вражеского государства, вторгнувшись на ее территорию. То есть, Трамп заявляет прямо, что и Украина, и Россия должны прекратить боевые действия. Также он выразил соболезнования по поводу потерь среди военных и мирного населения. Правда, не уточнил, какого населения и каких военных. И заявил, что мы будем работать над поиском мирных решений. Будем работать над этим вопросом. Пока Трамп не назначил своего спецпредставителя, точнее, он не может его назначить, пока он не занял должность президента и не занял комитет в Белом доме, но он может назвать Хука, вероятного кандидата на этот пост, или же этим он поручит заниматься кому-то другому, например, Илону Маску. Это, как бы, большой вопрос. Тем временем, военная контрразведка СБУ сегодня при содействии главнокомандующего генерала Александра Сырского и командующего ССО Александра Трепока задержали подполковника ССО, которого подозревают в работе на российскую военно-разведку ГРУ. В ССО отмечается, что подполковника и командира одного из подразделений сил специальных операций в ССО завербовали еще до начала полномасштабного вторжения. С ними дистанционно работал кадровый сотрудник российской военно-разведки и определил задачу передавать планы боевых операций силы обороны в тылу противника, то есть проведение различных диверсионных рейдов, диверсионных операций в том числе. Агент, как сообщается, сливал российскому куратору данные о других подразделениях сил обороны. Все преступления агента были зафиксированы, ему сообщили о подозрении государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Сообщается о том, что ему светит пожизненное заключение. Резонансная история, не последняя, уверен, подобного рода, поскольку проникновение российской агентуры носит повсеместный и достаточно частый, будем говорить, характер, поскольку российская разведка работала над этим на протяжении многих-многих лет. Тем временем российская военная колонна, которая прорвалась в Купинск, Харьковской области, была уничтожена. Об этом сообщили в Генштабе вооруженных сил Украины. В среду около 14.30 колонна российских военных начала прорвать оборону на Купинском направлении, в частности, танками, боевыми, бронированными машинами, установкой разминирования УР-77. Часть российских солдат нарушения правил ведения войны была одета в форму украинской армии. Подобное действие, напомнили в Генштабе вооруженных сил Украины, нарушает законы и правила ведения войны, является военным преступлением. Российские оккупанты официально это три дня комментировали. В СУ полностью уничтожили всю бронетехнику противника и ликвидировали большую часть живой силы. Часть проектов утверждает о том, что ссылка на 114 бригаду сил территориальной обороны Украины, что бронегруппа преодолела около 9 километров до Купинска. И часть российских военных в количестве отделения разбежалась и спряталась в соседних домах на территории окраины Купинска. Их дальнейшая судьба на данный момент неизвестна. Тем не менее, штурм предпринятый кавалерийским наскоком был отбит, и российская бронегруппа была полностью уничтожена. Это подтверждают официальные источники российских военных формирований на территории города Купинска на данный момент нет. Ну и наконец, еще история, которая произошла в России. Там следственный комитет Российской Федерации города Санкт-Петербурга вызвал на допрос сына покойного, вопрос покойного ли Евгения Пригожина, зовут его Павел Пригожин. Сообщается о том, что допрос проводился в рамках криминального дела по Рекиту. Ранее по ней был арестован экс-руководитель Пригожинского медиахолдинга Патриот Илья Горбунов. Понятно, что никаких дел официально претензий в следственный комитет по каксину Пригожина не имеет. Тем не менее, сообщается. Однако, что эти претензии могут появиться в самое ближайшее время. И статус свидетеля Павла Пригожина очень быстро может измениться на статус подозреваемого. И вся причина в том, что в мессенджерах на телефонах Ильи Горбунова нашлась масса информации о многих преступлениях как Пригожина, так и его сынка. Так что вся эта история, ну, очевидно, связана, в первую очередь, с поиском пресловутых миллионов золотых сундуков Пригожина, о которых так мечтает Владимир Путин. Ранее его империю деребанил тогда еще министр обороны Сергей Шуев. Но теперь, понятно, делать он этого не может. Ну, еще, наконец, две новости. Российские хакеры начали взломать европейские спутники. В частности, сообщаются о том, что им удалось взломать четыре спутника европейского, европейской компании EUTELSAT, а также один спутник и люксембургской компании SIS. Первый сбой, взлом, произошел еще весной 2024 года. Взламывали российские хакеры и вместо трансляции новостейных программ и детских телешоу показывали российские ролики и российские пропагандистские программы. Эти действия, в первую очередь, показывают незащищенность сегодня европейской телекоммуникации. В Москве заявили о том, что Россия не причастна, естественно, к этим атакам. Но многие начинают сосновать, что это также является частью войны. Пока еще не ведущийся на полях Европы. Но, тем не менее, Национальный центр кибербезопасности Нидерландов уже подготовил доклад, в котором призывает провайдеров голландских провести анализ зависимости от спутников. Именно спутники являются самым слабым звеном. Ну и финальная новость сегодняшнего дня. У парламента Абхазии прошли массовые беспорядки с избиениями и распылением следовательного газа, арестами участники акции протеста. Прорвались здания парламента. Потребовали отставки президента республики Аслана Бжани. И сообщается о том, что он, вероятнее всего, уйдет в отставку. По собственному желанию, ну, как сказать, добровольно-принудительно. Причина этого заключается в том, что власти Абхазии, как заявляет оппозиция, считают многие местные жители, подписало договор, который должен ратифицировать в так называемом парламенте Абхазии, инвестиционное соглашение с Россией, что в оппозиции Абхазии назвали прямой сдачей интересов Абхазии. Служба государственной безопасности самопровозвращенной республики проводит массовые аресты. И, как заявляется, основная причина просто остатки экономики самопровозвращенной республики собираются положить под Россию. Российские банки и государственные структуры сейчас скупают на корню остатки этой нищей постсоветской самопровозвращенной республики, которая является частью Грузии, напомню, как и Южная Осетия, Россия признала. И такие страны, как Никарагуа, так называемая независимость Абхазии и Южной Осетии, но это никакого значения не имеет, то есть это маринеточные государства. А причина банальна, у России нет денег на финансирование этих геополитических игрушек, как это было ранее, и поэтому теперь России придется сливать. Эти республики сокращаются, есть такое выражение, кормовая база, и из-за этого несчастным жителям самопровозвращенной республики банально нечего кушать. Ну а местные олигархи, если их так можно называть, теперь полностью лишатся всего. Вот она причина, и очевидно это ждет и другие самопровозвращенные марионеточные республики, в частности Южную Осетию. Как мы видим, как говорил Николай Васильевич Гоголь, ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи, помогли тебе твои русские. Как мы видим, нет, не помогли. И я в данном случае говорю о власти Грузии, которая легла полностью под Москву, сфальсифицировала парламентские выборы, отказалась от европейского пути. И чем это закончилось? В конечном итоге, ничем не закончилось. И точно так же кинут и этих тбилийских кремлевских мошенников. Такие у нас новости, друзья, на сегодняшний день. Еще раз спасибо всем зрителям, а также спонсорам, подписчикам, партнерам канала за вашу неоцененную поддержку. Мы достигли 1 миллиона. Спасибо, это наша общая победа. Вам огромная благодарность. Продолжаем двигаться дальше. Не забывайте, если вы не подписаны, сделать это прямо сейчас. А если подписаны, поставьте комментарий, ставьте свое мнение, поздравления. Все, что у вас на душе лежит, все свои хорошие слова можете оставить под этим видео. Берегите себя, друзья. Слава Украине, слава ЗСУ, слава украинскому спецназу, слава украинским силам территориальной обороны. С вами был майор украинской армии Тарас Березовец. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok